Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтирии. Сегодня мы будем читать 23-й Псалом, который имеет надписание по-гречески и по-славянски «Псалом Давида в первый день недели». По-славянски это звучит «Псалом Давиду, единое от суббот». То есть первый день после субботы. Вот так получится со славянского. А более понятно «Первый день недели». Первый день недели в Библии – это воскресный день, как сказано. «Воскрес за утро, рано, в первый день недели». То есть имеется в виду таинственная евхаристическая трапеза, которой мы приступаем именно в этот день, единый от суббот, день воскресный. И рассмотрев надписание, мы переходим к самому содержанию этого Псалма. Содержание очень такое декларативное. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущие на ней. Он на морях основал ее и на реках утвердил ее». Здесь провозглашается о том, что мир, в котором мы живем, да и вся вселенная, все это принадлежит Богу. С еврейского это будет звучать не менее торжественно. «От Давида, Псалом, Господу земля и ее наполняет, то есть и что ее наполняет, вселенная ее населяющая, ибо он при морях ее основал и при реках ее утвердил». О чем это? Мы видим, что первая земля, в которой поселяется человек, это рай сладости в Едеме на востоке. Так вот, рай сладости, он омывался четырьмя реками с четырех сторон. И в понимании отцов церкви эти реки символизируют четыре Евангелия, которые омывают землю, то есть человек это и есть земля, Адама, так на востоке называется, род глины, из которой был создан человек, получивший имя Адам. Адам это и собственное имя, и собирательное имя, означающее всех людей, созданных из земли. Поэтому, когда говорится «Господня земля» и что наполняет ее, можно понять и как «Господня Адама», то есть люди, созданные из праха, они, конечно, принадлежат Господу. И все, что наполняет наш внутренний мир, вселенная и всеживущая на ней, все принадлежит Богу. Он на морях основал ее и на реках устроил ее. Реки, омывающие рай, они символизируют четырех евангелистов, а моря, на которых основана земля, они указывают как бы на зыбкое положение земли в пространстве. И Дух Божий носился над водами, но Господь обеспечивает как бы равновесие всему созданному, потому что он пантократор, то есть вседержитель. По-еврейски это имя Божье, пантократор, произносится как «эль-шадай», то есть тот, который все уравновесил. Далее Давид восклицает, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его. Этот вопрос он обращает как бы к себе прежде всего, ну и, понятно, к другим людям. И отвечает. Тот, у кого руки невинны и чистое сердце, кто в душе своей не увлекался суетой и не клялся лукаво ближнему своему. И не клялся лукаво ближнему своему. А вот эти слова, кто в душе своей не увлекался суетой, по-славянски «не приять в суе душу свою». То есть он серьезно относился, такой человек, к духовным вопросам, и он не увлекался ничем пустым, суетным, греховным. Вот такое понимание у святителя Афанасия, блаженного Феодорита. И далее мы видели уже, что такой человек не просто не увлекается суетой и не клялся лукаво ближнему своему. То есть даже если корость какая-то у него была в общении с другими людьми, он все-таки не позволял суете проявляться. Если он давал слово, то он исполнял это слово. То есть не было лукавства. Вот такой может взойти на гору Господню или стать на святом месте его. «Сей получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя Своего», который будет заключаться в том, что он сможет зайти на гору Господню или стать на месте святом его. И далее Давид, как бы, эту мысль, он ее, как бы, раскрывает более подробно. «Таков род ищущих Господа». Таков род ищущих Господа. И в понимании древних отцов, здесь и Иустин, и Климент, и Климент Александрийский, и Золтоуст, и Анфим, и другие. Здесь вот ищущий Господа, а Господь соответствует Кирион, то есть ищет того, кто сама милость, который господин над всем этим созданным миром. И в то же время вот эти слова, «таков род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковлева», их можно понять и очень интересно. «таков Яков, который все время ищет Бога». Вот это такой резкий вариант перевода, но он иногда используется, когда речь идет о таких буквалистских переводах. «Таков Яков, который вечно ищет Бога, ищет лица его». Но здесь, конечно, перенос с Иакова идет на его потомков, а подлинные потомки патриархов – это те, которые верят в того, в кого верили патриархи, а все они верили в грядущего Христа Спасителя. «Князья, поднимите ворота ваши, и поднимите все ворота вечные, и войдет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брань». Эти слова, конечно, мы их знаем почти наизусть, они часто звучат за службой. «Возьмите ворота, князи ваши, и возьмите все ворота вечные, и внидет царь славы. Кто есть царь славы? Господь сил, то есть царь славы». Есть предание, что вот эти слова, а следовательно весь этот псалом Давид составил на внесение ковчега Завета в Иерусалим. То есть когда он вносил ковчег Завета, где были скрижали Моисея, расцветший жезл Ааронов в Иерусалим, а именно с этого момента Иерусалим становится духовной столицей. Это произошло уже более трех тысяч лет назад. И вот тогда, впервые они прозвучали, тогда и был составлен этот псалом. «Князья, то есть сарим, князья, поднимите ворота ваши, то есть сделайте все для того, чтобы вхождение Господа в вашу жизнь, оно было бы как бы естественным, органичным. И поднимите все ворота вечные, то есть надо выходить из состояния неведения, приподнять зависть у тайны существования мира, и войдет царь славы, как движение солнца по небу. Кто из сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани». Давайте посмотрим, как это звучит с еврейского. «Это род его вопрошающих, кто ищет твое лицо, это Иаков». Вот я говорил, что возможен такой перевод. «Вознесите ворота ваши головы, то есть поднимите, перестаньте смотреть на землю, как Каин, воззрите на небеса, вознесите ворота ваши головы, то есть откройте свое сознание, и вы вознесетесь в ходы вечности, и войдет царь славы. Кто этот царь славы? Господь, богатырь и герой, Господь, герой в битве, вознесите ворота ваши, ваши головы поднимите, и вы вознесетесь в ходы вечности, и войдет царь славы. Кто он? Этот царь славы? Господь воинства, то есть Господь самоов, он есть царь славы». Вот такие торжественные слова, здесь как раз слово Саваов, ца-ба-от, мэ-лэх, ха-г-бор, ха-г-бот, то есть как воин, Господь над богатырями, и он мэ-лэх, то есть царь над царями. Вот такой торжественный псалом, небольшой псалом, но у него такая интересная предыстория, считается, что именно он был составлен на внесение ковчега в святой город. И вполне возможно, что когда Господь входил в Иерусалим, этот одушевленный уже ковчег, потому что Господь и человек, и Бог одновременно, кто-то мог петь этот псалом и в тот самый момент. Продолжение следует...